Кто сказал, что в Саратове не хватает катков? Все новогодние праздники мы скользили и катались по тротуарам Саратова. И вчера губернатор области Валерий Радаев наконец-то заметил, что без коньков это полный анрел. Он даже пригрозил местным чиновникам изгнанием дубинкой за невыполнение своих прямых обязанностей. Вот я вчера проехал по городу, не увидел ни одного человека, который занимался бы устранением всех этих явлений. Если вот такое отношение будет, какая вертикаль? О какой вертикали мы можем говорить? Хорошо, что еще не погнали никого к дубиной, а к этому все подойдет. По заявлению мэрии на улице Саратова вышла целая армия рабочих. Так вот, по распоряжению главы региона Театральную площадь уже засыпали реагентами. Здесь не покатаешься. Но неужели вы думаете, что так во всем городе? Вот, пожалуйста, улица Рахова. Чем вам не каток? Не боитесь упасть? Боюсь. Скажите, как вам идется или скользится? С трудом больше скользится, чем идется. Вам повезло. Вы на коньках. Вам удобнее. Как спасать? Поменьше хожу. Не выхожу из дома. По обочине. И, конечно, ходьба должна быть помедленнее. Вот видите, чуть-чуть открытого пространства, вот уже можно двигаться. Нигде не посыпано ничего. Видите, какое? Потом здесь вот не асфальтировано ничего. Вот когда льда нет. Так что надо, наверное, всех саратовцев переобуть в коньки. Вчера заводский район проинспектировал Валерий Радаев. Вот, как видите, на улице Огородной все посыпано песком. Но толку от него немного. Коньки все равно можно не снимать. Кстати, областной Минздрав специально для Валерия Васильевича подготовил инструкцию, как правильно скользить и падать. То есть ходить нужно немного скользя, а во время падения группироваться. По мнению ведомства, основной причиной травматизма зимой является банальная спешка. Ну, конечно, причина только в этом. Вы пока инструкцию читайте, а я поскользила до редакции. С вами был Валерий Павелко, Александр Ветров. Открытый канал. На самом деле уже весь город засыпали реагентами и песком. Но мы все равно сняли сюжет про гололед.